Здравствуйте, дорогие зрители! Мы с вами остановились на теме, связанной с Берлином Парижем 20-30-х годов, но и с темой несколько особой. Мы подошли к так называемой детской теме, детской теме русской эмиграции. В общем-то, мало изученной, мало исследованной. Да, сейчас появилось много публикаций, книг, посвященных русской армии, посвященных, естественно, отдельным судьбам русской эмиграции, Куприна, Толстого, ну и так далее, и так далее, и так далее. Но детская тема совершенно особая. И, может быть, совсем не случайно то, что в Берлине Алексей Толстой пишет, между прочим, детство Никиты, Берлин, Париж. И не случайно, что Алексей Толстой пишет и «Золотой ключик» именно в Берлине. Потому что тема смены поколений, она звучит особенно остро для эмиграции. Особенно остро, во-первых, и потому что многие имели своих детей, с которыми они уехали. В частности, Алексей Николаевич Толстой. Он видел, как его сын с трудом начинает говорить по-русски. И ему надо было показать вот это детство Никиты, которое связано с почвой, с русскими корнями и с тем, все, что, собственно, составляло русскость, русской души, по словам Ильина. Между прочим, Иван Сергеевич Шмелев в Париже создает свое «Лето господнее». Тоже совершенно не случайно, а для того, чтобы дети, читая это произведение, узнали о России. В Париже издаются детские листки, в которых принимают участие, составляют их самые разные писатели и поэты эмигрантской среды. Между прочим, и Цветаева согласилась участвовать в этом издании. Цветаева совершенно аполитичная, внеполитичная, тем не менее согласилась участвовать. Так как понимала, что это очень важная тема, связанная с продолжением русских за рубежом. Ведь, в общем-то, они, оказавшись в эмиграции, чувствовали, как позже была такая формулировка, не в изгнании, но в послании. И вот для того, чтобы быть в послании и нести русскую культуру, собственно, в другую страну, надо было и воспитать детей. Но это все очень высокие задачи, с одной стороны, и они действительно были поставлены и действительно реализовывались. Но были задачи насущные, задачи, связанные с конкретными детскими судьбами и с конкретной исторической ситуацией. «Я вижу за решеткой сада кучку проходящих детей, недокормленных, плохо одетых, распущенных, и говорю себе, пусть даже не будет у меня своих детей, все же останутся дети моей Родины». Слова неизвестного автора записаны в дневнике воспитателем Галлиполийской гимназии Дегтяревым. Вот эта кучка детей, плохо одетых, распущенных, но распущенных не в смысле нашей распущенности. А чтобы было понятно, мы сейчас покажем те кадры, которые, в общем-то, они очень редкие насчет вот этих распущенных детей. Вот, пожалуйста, посмотрите, они не в смысле, конечно, распущенности, они плохо одеты, они дети на пароходе Дон, которые подъехали к Константинополю. Ведь если посмотреть фотографии русских гимназий, пансионов, кадетских корпусов, то мы увидим, я имею в виду дореволюционных, конечно, то мы увидим подтянутых детей. Не случайно такое значение придавалось форме, как для девочек, так и для мальчиков. Форма держала, форма соответствовала и дисциплине. Вы видите, что у этих детей не может быть речи ни о какой форме, они одеты кто как. И вот эти дети требовали заботы, просто размещения в лагеря, в школы и так далее, и так далее, и так далее. Собственно, эта работа об устройстве детей, она началась сразу же, как только русская армия с беженцами, вот это уже речь идет о беженцах, с беженцами прибыла к Константинополю. И здесь нельзя забывать о том, что дети были самые разные и по сословию, и дети были разные и по семейному положению. Были те, кто вместе с родителями оказался за границей. А были те, кто потеряли своих родителей даже не во время эвакуации, в период гражданской войны. А были те, кто не потерялись, а кто сознательно ушел в добровольческую армию и оказались с русскими чинами за рубежом. И вот эти дети тоже особая история. Я тоже сейчас вам покажу редкий снимок. В Константинополе вы видите мальчиков, одетых в форму. Которые пытаются сохранить вот эту форму. Они участники белого похода. Этим мальчикам не более, наверное, 12 лет. И вот эти участники добровольческой армии во время войны были, по сути дела, и не по сути, а действительно были воинами. Но в мирное время их надо было куда-то определить. Посмотрите, пожалуйста, еще один снимок. Это снимок Чехии, гимназия, которая занялась определением судеб самых разных детей. Вот, собственно, эта проблема встала перед всей эмиграцией. Как Берлина, как Парижа. И Париж был, поскольку Париж был центр политической жизни русской эмиграции, то, конечно, там эти вопросы активно решались. Но реально вот эти места, где оказывались русские дети, они были разбросаны по всему свету. Конечно, это и Галлиполийский полуостров, это и Константинополь, гимназия. И как только дети сошли, можно сказать, на трап, то встал вопрос, куда их размещать. И там была, в Константинополе, открыта гимназия Бронессы Врангель и Нератовой. Это и, конечно же, Чехия, о чем будем говорить особо. Самая большая была гимназия в Чехии, в Моравской, Тржебове, которая принимала детей. Она принимала детей иммигрантов. Вот, собственно, эти задачи, они встали остро с самого же начала. Но прежде чем говорить об организационном их решении, я хочу, чтобы вы послушали некоторые записи, детские записи о том, как они оказались, кто в Константинополе, кто уже в Моравской, Тржебове. И эти записи нам помогут понять, с каким человеческим, скажем так, материалом, с каким ребенком имела дело педагогическая иммигрантская общественность. Здесь ведь были дети, как я говорила, участники Белого похода. И вот это очень важно помнить, потому что у участников Белого похода, вот помимо вот этих маленьких детей, у участников Белого похода отношение к жизни уже сформировалось совершенно иное. Так, например, сохранилась запись воспоминания мальчика, который прошел, по сути дела, вместе с кадетским корпусом, с Донским кадетским корпусом до Константинополя. Еще помню, как выступали из Донского кадетского корпуса. Грустно было прощаться, но ничего не поделаешь, пришлось. За неделю до выступа собрали все свои вещи, запаковали и начали ждать дня выступления. И вот, наконец, настал этот день, а именно 21 декабря 1919 года. Собрали все вещи, сложили их на подводы, пошли в церковь, отслужили молебен, батюшка нас всех благословил. И в 12 часов ночи построились и отправились в путь. На следующий день пришли до другой станции, отдохнули, поели там и опять пошли дальше. И на четвертый день после выступа пришли в станицу Когольницкую. Как раз под Рождество, хотя и очень плохо, но все-таки справили его и пошли дальше. Когда подходили к Кубанской области, то не дай Господи кому-нибудь испытать такой страх. Мне тогда было еще 12 лет, и я шел по колено в грязи. И еще случалось так. Идешь-идешь, нечаянно ступишь в какую-нибудь лужу, и значит сапог останется там. А ногу с большими усилиями кое-как вытянешь. Тут морозу, градусов 15, а тут идешь босиком по грязи. Наконец добрались до какой-то станции. Сели в вагоны, в которых, по-видимому, раньше возили коней. И выехали в Екатеринодар. На одной из станций по дороге к Екатеринодару с песнями встретили Новый год и приехали в Екатеринодар. Далее Новороссийск. По дороге в него было довольно интересно. Проезжали через туннели. Не забудьте, что это пишет уже мальчик в 1923 году. То есть, если ему было в 12 лет в 19-м году, то это 16-летний мальчик, пишет. Проезжали через туннели между больших гор. В Новороссийск опять отправились. Привели в надлежащий вид и ждали прохода, который ехал в Египет. В Новороссийске произошло много перемен. Несколько человек кадет, сам директор Чеботарев и два офицера от простуды, которые получили в Кубанской области, умерли. Многие заболели на пароходе, а потом отправили нас в Александрию. Потом я лежал в английской госпитале и присоединился к своим. Дальнейшую свою жизнь я написал в предыдущей части. В предыдущей части он описывает, как он жил в Донской области восьми лет. Хорошие у меня остались оттуда воспоминания. Вот это один из фрагментов сочинения мальчика, который учился в гимназии в Моравской Стржебове. Это центр, по сути дела, русских гимназий, куда направляли разных детей. Сейчас мы опять перелеснем наш альбом и увидим не только стены гимназии, но и вот этих самих детей. И мальчика, смотрите, пожалуйста, 15-летний доброволец, это еще не в Моравской Стржебове. Он стоит в Константинополе, только что прибыл из добровольческой армии. У него на груди крест, одет он в военную форму, 15 лет. Значит, вот это как раз примерно ровесник того мальчика, который пишет о Донском кадетском корпусе. Надо сказать, что самые разные воспоминания сохранились, детские воспоминания, детские сочинения о том времени. И эти детские сочинения, они потрясают тем, что действительно показывают судьбы не только конкретных детей, но и всей России. Надо сказать, что сами дети, ну тогда уже в 23-м году были юноши, которые прошли с Белой армией, они вспоминают этот свой поход с большой болью. С одной стороны, это боль несомненная, боль по России, по тому, что они оставили, а многие оставили и своих родителей. Потому что, уйдя в добровольческую армию, они вынуждены уже были уходить и дальше, дабы не быть расстрелянными. Но у других, помимо боли, конечно, за Россию, тоски по родным, воспоминания о том, как они были участниками военных действий. Они в 15 лет, в 14 лет не просто были участниками, они стреляли, они убивали. И один из мальчиков пишет о том, уже тогда юноши, пишет о том, что он в то время сейчас вспоминает с содроганием. Потому что тогда, когда он убивал, он не думал о том, что он убивает живого человека, своего же брата по крови. Но когда он оказался в эмиграции, когда он стал учиться, когда вот это страшное время несколько отошло, он пишет о том, что он сейчас не может глядеть даже на то, как мучают животное. Потому что он понимает, какая страшная была страница его жизни. И вот это детское или юношеское восприятие трагедии братоубийственной войны, именно братоубийственной войны, оно очень значимо. Потому что если мы вернемся в Советскую Россию того времени, то вспомним, что выходит произведение Шолохова «Тихий дон», которое, несомненно, не является конъюнктурным произведением. И в «Тихом», если читать нормально, непредвзято читать страницы «Тихого дона», то мы увидим, что там поднимается та же самая проблема братоубийственной войны. Этой крови, которая проливается в годину бури и разврата. Я напомню только из «Тихого дона» одно четверостище, которое видит Григорий Мелехов на кладбище, на могиле в годину бури и разврата. Не осудите, братья-брата. Между прочим, «Тихий дон» не хотели бы сначала печатать, совершенно не случайно. И вот эта боль о братоубийственной войне, она была тоже присуща детским сочинениям. Мы про эти детские сочинения поговорим еще. Но что же это было, собственно, откуда они взялись? Откуда взялись эти детские сочинения? «Помню ясно первый день революции, когда я страшно удивилась, увидев вдруг на груди у всех красные ленточки, а на верхушке вокзала вместо национального флага какую-то развивающуюся красную материю. О одних на лицах была написана радость, у других же, наоборот, печаль. Видела, что мама плакала. А так как верила маме и думала тогда, что мама не может ошибиться, то внутренне решила, что революция принесет нам горе и что это нехорошо. В России остался почти весь русский народ, а здесь остался очень маленький процент. Кто из них прав? Тот, кто остался и перенесет болезнь государства? Или тот, кто избежал этого? Этот вопрос часто меня смущает. Это фрагменты из детских сочинений. Вопросы, достойные взрослых мужей. И вопросы, которые ставили себе и взрослые, и по ту, и по другую сторону, скажем так, баррикады. История воспоминаний этих такова, этих детских воспоминаний. 12 декабря 1923 года в самой большой мигрантской школе, русской мигрантской средней школе в Чехии, в Моравской, Тржебове, по инициативе директора Петрова была дана тема «Мои воспоминания с 1917 года до поступления в гимназию». И каждый был волен писать то, что он хотел. И при первом же ознакомлении с этими сочинениями стало ясно, какую огромную роль они играют для не только, конечно, и для понимания этих детей, но и для истории России. И Педагогическое бюро по делам средней школы, русской школы за границей, это была общественная организация, созданная в 1923 году, имела сначала, имела замысел опубликовать полученный вот этот материал, редчайший материал. Но осуществить полностью они это не смогли. Эта книга вышла у нас вот сейчас уже. Но в бюллетене Педагогического бюро по делам средней и низшей русской школы за границей уже очень известный философ, священник Василий Зинковский писал «Детские души, придавленные, согбенные, истерзанные в самые хрупкие и нежные годы свои, пережили трагедии в обычное время, непосильное и для взрослых людей. У каждого был свой жизненный путь, свои испытания и муки, но все пили из этой страшной чаши, и сжималось сердце в тоске и муке. Детское сердце немело, бессильная детская душа». Что значит перед этими подлинными трагическими переживаниями все то, что Дана не сваливалась на человека? И дальше были опубликованы в отрывках эти фрагменты сочинений, которые буквально потрясли всю русскую эмиграцию. И в педагогическом бюро скопилось 2403 сочинения. И эти работы, если сначала писались только в Моразской стержевове, то потом стали такие же работы писаться в разных гимназиях эмигрантских. И в Константинополе, и в Загребе, и в Турции, и в Болгарии, и в Югославии. Автором сочинения стали 1603 мальчика и 781 девочка. Ну, собственно, этот фактический материал показывает именно историю не только детских душ, но и историю России. Дальше надо сказать, что вот это школы, которые созданы, они имели большое значение вот как раз для этих детей. Усилиями русских педагогов в 1920 году для детей, проживающих в лагере для беженцев в Германии, как раз вот Берлинской рассеянии, была открыта прогимназия. Школа помещалась в таких летних дачных построек. Жизнь обрекала учеников и учителей на очень тяжелое существование. И нельзя было не отметить беззаветную преданность русского педагога в школе. Они получали нищенскую зарплату, но даже если посмотреть на фотографии, это лица взрослых, на которые лежит печать скорби. Но они остаются со своими учениками. Собственно, потоки беженства влилось тремя путями. С юга через Константинополь, как мы говорили, с отступающими армиями Деникина и Врангеля, шла эвакуация в 1920-1921 год гражданского населения. Другой путь судоходный и менее такой распространенный через Прибалтийские государства. И третий путь исхода через Дальний Восток в Китай-Манчжурию. И здесь именно как раз и были центры детские гимназии. В 1923 году в Праге, опять-таки Чехия, состоялся все-иммигрантский съезд русских учителей средней и начальной школи. И там как раз было решено создать объединение учительских гимназий, организаций за границей. Надо сказать, что не случайно это происходит в Чехии, потому что Чехия взяла на себя функцию принять ту часть русской миграции, которой хотела учиться. И в истории Чехии, и в истории русской миграции сохранился термин «акция Масарика». Вот как раз имеется в виду акция, денежная акция и поддержка правительства Масарика. Поддержка очень значимая. 2,5 миллиона франков было выделено на учебу русских в Чехии. Причем это была учеба русских, конечно же, не только детей, но и молодых людей, которые хотели продолжать свое образование, получить высшее образование. Поэтому действительно Чехия стала место, где и было создано это педагогическое бюро. Чехия в Праге была гимназия пражская, а в Моравской Тржебове одна из центральных средних школ, которые приезжали, со всех концов направлялись дети. Но было и общество русских педагогов в Болгарии, союз русских педагогов в Греции, союз педагогов-деятелей русско-демократической школы на Балканах и так далее. Вот создание этих зарубежных школ, конечно, здесь вставал вопрос о материальной базе. С одной стороны, да, Чехия, это вот эта русская акция Масарика, но с другой стороны, и политические круги эмиграции принимали активное участие в собирании средств для гимназий. В частности, был такой создан городской комитет, Земско-городской комитет Земгор, тоже общее объединение эмигрантское, которое собирало средства для гимназий. И в этом смысле были значимы очень вклады и частных лиц баронессы Врангель, Нератовой. То есть это были те фонды, помимо фондов, большую роль играли и частные пожертвования барон Бранессы Врангель, Кутепов, Нератова, ну и так далее. Нератова была жена русского посла в Турции, и поэтому одна как раз из первых гимназий Константинополя, гимназия Нератовой, она была именно там. И естественно, что русская православная церковь не осталась в стороне. Ее роль в изгнании была огромна. Ну, помимо того, что это, конечно же, было постоянное окормление, потому что большое и очень большое значение придавалось сохранению духовно-нравственных традиций во всех гимназиях. Но, кроме того, они собирали деньги и помогали деньгами. Русская православная церковь за рубежом помогала гимназии деньгами. Ну, собственно, как устраивалась жизнь школы? Я остановлюсь на Марасской Тржебове. Сейчас мы опять перелеснем наш альбом, и вы увидите как раз здание Марасской Тржебовы под Прагой. Вы видите, это такая местность, чем-то, может быть, и напоминающая детям русскую местность. Здесь эта гимназия, она была одна из самых больших. Религиозный аспект здесь был очень значим, так как вот эта духовно-нравственная традиция сохранялась. В гимназии был храм, куда дети ходили на службу. И более того, это отмечалась даже повышенная религиозность учащихся. Возможно, и это было связано с проявлением национального чувства. И православная церковь, устроенная в отдельном бараке, являлась центром жизни гимназии. У этих учащихся Марасской Тржебовы сложились очень тёплые отношения с населением. В отличие, между прочим, если говорить, вот помните, мы на прошлой передаче говорили о Шибкинском сидении, что отношение между русским госпиталем и болгарами было не так, было достаточно сложным по воспоминаниям, во всяком случае, по воспоминаниям Татьяны Варнак. Здесь же наоборот. Все праздники проводились вместе с жителями Марасской Тржебовы. Совершались многие экскурсии учащимся. В 23-м году летние каникулы провели 115 учащихся в семьях, чехословацких семьях. При этом семьи, чешские семьи, не получали деньги за содержание детей. Это было исключительно их добрая воля. Собственно, по программе эти гимназии приближались к реальной гимназии, и они пытались научить детей еще и, конечно, каким-то трудовым навыкам. Я уже говорила, что помимо Марасской Тржебова была гимназия и в Праге. Она к 24-му году имела 6 основных и 2 приготовительных класса, то есть большая гимназия. И на содержание учеников правительство отпускало деньги. 660 крон в месяц на одного ученика. Дети летом отправлялись в лагеря для того, чтобы они набирались каких-то сил. И вот по своей программе эта пражская гимназия приближалась к реальным гимназиям, тоже к чешским реформированным гимназиям. Было сохранено преподавание латинского. И вместе с тем чешский язык изучался с первого класса, что, конечно, было очень важно для самих детей, живших на чужой территории. В Марасской Тржебове, между прочим, училась и дочка Марина Цветаевой, Ариадна Аля Эфрон. Интересно то, что когда она оказалась в этой гимназии, то вся семья Цветаевых и Эфрон думала о том, что она будет принята детьми прекрасно. Но, живя долго со взрослыми, привыкшая общаться со взрослыми, она весьма повела себя так, как в духе самой Марины. Ее, когда спросили, откуда ты к нам пришла, а откуда этот вопрос был очень для детей значим, потому что ведь за ним крылись вот те страшные дороги Константинополя, Новороссийска, Екатеринодара. Помните, как пишет кадет Донского корпуса, теряющий в лужах свои сапоги. Для них вопрос, откуда ты пришла, был очень значим. Этот вопрос был, по сути дела, связан с большим, уже горьким жизненным опытом. Вот на этот вопрос Ариадна Аля ответила, звезда, я, и кто ты? Она ответила, я звезда из неба. Вот дети ее устроили темную. Эти издраненные души, они не совсем понимали вот этого ответа. Ну, надо сказать, что потом она обрела саму себя в гимназии, обрела своих подруг. Но вот это начало очень было знаменательно. Да, действительно. Вот в эту Моравскую Тржебову из самых разных городов, из самых разных состояний, из разных городов Европы приходили дети. Я хочу вам привести только одно, еще одно письмо о том, как мальчик, один из мальчиков, оказался в Моравской Тржебове. Он был в Болгарии. В Болгарии, вы помните, была эвакуирована часть русского войска, и вот он оказался там. После того, как расформировали наш корпус, пишет Чеботарев Георгий, то есть корпус, имеется в виду кадетский корпус, мне пришлось работать на постройках в Болгарии, чтобы добивать себе пропитание. Так я проработал 7 месяцев. Я задавал себе часто вопрос, что, буду ли я учиться? Ответов на этот вопрос, конечно, не было. Я иногда задумывался об этом, сидя в яме до тех пор, пока Болгарин не подгонит меня. Я тогда вскакивал и продолжил свое дело, боясь, чтобы хозяин не высчитал из моего жалования. Когда я приходил домой, измученный, весь разбитый, то и тогда я не мог заснуть долго. Все время мучил меня этот вопрос. В конце концов, я засыпал. Вопрос обучения. Но во сне мне снилось, как когда-то мы сидели за партами и учились, и от этого я просыпался и видел ужас. Палатка, под которой я жил, промокла от дождя, и вода лилась мне на голову. Я вскочил в постели, и до утра уж не мог заснуть. Один раз я задержался на работе до позднего вечера. По дороге я все время почему-то думал о России, о родных. Не успел я подойти к своей палатке, то услышал, как мне кричали, «Тебе письмо из России!» И я не мог поверить этому до тех пор, пока не увидел его своими глазами. Схватив письмо, я долго от волнения не мог его открыть. Но когда я открыл и с усилием прочитал его, я узнал, что дома из семьи, которая была из девяти человек, остались живых только три человека. То есть мама, брат меньше меня и дедушка. И что они очень голодают. Я решил тогда ехать в Россию, чтобы помочь родным, хотя и не думал о том, чем бы я мог помочь. Я все же усиленно работал. Собирал по статинке денег, чтобы в крайнем случае хотя бы послать родным. Поработав так недели-две, я пришел к хозяину за деньгами. Хозяин мне на это ответил так. «Бог прислал телеграмму о том, что денег мне не надо давать, потому что я их не заслуживаю». Но он таким образом отказал мальчику в деньгах. Долго я просила его, чтобы он мне хоть половину отдал. Пошел к полицейскому, но тот потребовал с меня еще больше того, что я заработал. И так я остался без денег. И сам в Россию не поехал, и ничего не послал. Но тот прошел слух, что мы будто поедем в Чехию, в какую-то гимназию. Все мы радовались, хотя этому еще не верили. Но в конце концов этот слух стал осуществляться. Мы уже уснали день отъезда. От радости я уже забыла про того болгарина, который мне не отдал деньги. Нам дали по 15 левов суточных. Посадили нас 40 человек в один товарный вагон, который был, конечно, без разных приспособлений. В вагоне было страшно тесно. Один раз ночью я проснулся от того, что нечем было душать, и увидела на моем лице пару каких-то ног. На 15 левов, которые нам дали, конечно, в то время прожить было невозможно. А голод давал себя знать. Я продал сперва одну пару белья, конечно, последнюю, потом шинель, а затем уже снял с себя нижнее белье и тоже пустил туда же. В конце концов, я приехал до Дрожебовой в одном верхнем белье и с пустым ящичком. Вот сочинение мальчика, одного из мальчиков, который оказался в Моравской Дрожебове. Поэтому, конечно, их вопрос, кто ты, откуда, для них был вопрос очень и очень важный. Другой мальчик вспоминает о том, как он ушел из России, потому что его отец офицер в Крыму был в свое время арестован, потом его выпустили, но от переживаний он получил паралич левой стороны. И мать осталась с отцом. А мальчик с другим братом офицером ушли через Одессу в Константинополь. И это тоже был ученик Моравской Дрожебовой. Есть и воспоминания, в которых, с одной стороны, несомненная уверенность в том, что они ушедшие воевали и спасали свою родину. Но, с другой стороны, поражает объективность, хоть это же были дети, объективность оценки и белой армии. Да, у некоторых есть и такой пафос белого движения, но другие пишут о том, что и в белой армии они видели, как в тылу высшие чины, как они пишут, ну, они кого-то наблюдали в Крыму, в Новороссийске, как высшие чины прекрасно в это время жили, а защищали Россию дети. И еще глубокое сожаление о том, что они покинули родину, что надо было остаться там, потому что там же остались могилы их братьев и родителей. Вот это тоже нота, очень значимая в этих детских сочинениях детей-иммигрантов. Нота, говорящая о том, что совсем не черное и белое воспринимают эти детские души. Они увидели и, с одной стороны, вот этот ужас братоубийственной войны, этого разделения. Они увидели и нестроение внутри белой армии. И более того, это сочинение девочки. Она пишет о том, что это должно было кончиться. И это кончилось. потому что и внутри было все не так розово и не так бело, как это хотелось бы видеть. И здесь совершенно удивительно, как эти детские души сумели все почувствовать то, что в то же время ощущали и взрослые. В частности, например, когда владыка Вениамин Фетченков спросил Родионова, участника белого похода, почему, собственно, он и не стал писать для эмигрантской, не стал сотрудничать в журналах, будучи явным, ну, скажем так, аплагетом белого движения. тот сказал, что, ну, вы знаете, для того, чтобы так поверить в белую идею, надо, чтобы там были святые, а святых как-то маловато. И вот это сказал очень зрелый человек, взрослый человек, другому, очень значимому для русской истории человеку. А вместе с тем и детские души увидели то, что видели и взрослые. Но важно то, что они, тем не менее, ощущали себя, и вот дети ощущали себя русскими. Русскими ночужбения, которые во что бы то ни стало должны сохранить вот эту свою русскость, которая у них действительно была связана и с, конечно же, вопросом веры, с вопросом религии. Поэтому совершенно не случайно, что и в корпусах, в югославском корпусе был храм Александра Невского во имя князя Александра, благоверного князя Александра Невского. В Китае, представьте себе, в Китае была в местечке Цэнцзинь, в общем-то, это провинция Китая, была китайская православная церковь, куда ходили и взрослые, и дети. Вот эти дети, они, конечно, и сохраняли и язык, и традиции. Ну, собственно, эта тема, она неисчерпаема и неисчерпана, и мы еще вернемся к этим детским сочинениям, которые рассказали не только о себе, но и о судьбах России 20-х годов. Всего доброго, до следующей встречи.